Недавно я уже выпускал видео об играх, которые больше нельзя купить из-за юристов. А, кстати, вот же оно. В этом выпуске я подготовил для вас еще парочку интересных случаев, когда игры были настолько плохи, что издателям пришлось удалять их из магазинов. И, конечно же, типичные случаи, закончившиеся лицензии на популярные франшизы. Всем привет, я Никит Лун, и это семерка игр, которую вы больше не купите из-за юристов. Часть 2. Приятного просмотра. Ребят, в последнее время я дико устаю, нужно успевать делать кучу вещей, но благо есть имба, которая не дает мне расслабляться. От имбы нет никаких негативных эффектов, как от обычных энергетиков. Нет проблем со сном, и что, по-моему, суперздорво, здесь совершенно нет сахара. Сейчас на имбу действуют акции. Бесплатная доставка при покупке от 1000 рублей, стартер-пак с шейкером и шестью порциями за 790, два зиплока, виноград, грейпфрут и цитрусовый микс плюс шейкер за 1690. А по моему промокоду ты получишь еще скидку в 10%, что делает предложение еще более выгодным. Заказывай по ссылке в описании. Overkill's The Walking Dead Казалось бы, сделать игру про зомби просто. Бейсбольная бита с гвоздями есть, двери забаррикадированы, настоящие монстры — это люди. Готово! Но все же мы все узнали, что в начале 2019 года люди, обладающие правами на франшизу ходячих мертвецов, были очень недовольны кооперативной игрой для четверых игроков Overkill's The Walking Dead от студии Overkill, которую издавала Starbreeze Studios. Когда игра вышла в ноябре 2018-го после многих задержек, она получила средненькие отзывы как от критиков, так и от игроков. И всего несколько месяцев спустя директор Starbreeze был уволен. Он винил как себя, так и разработчиков за провал игры. Потом, в феврале 2019-го, игру убрали из Стима. На следующий день после вот этого заявления от Skybound Entertainment, которые принадлежат права на франшизу, и которая была в том числе основана создателем оригинальных комиксов Робертом Киркманом. С сегодняшнего дня мы прекращаем сотрудничество со Starbreeze Studios и любую работу над Overkill's The Walking Dead. Мы глубоко извиняемся перед фанатами и разочарованы игрой не меньше их. Они не злились, они были разочарованы. Это намного хуже. Когда игру изъяли из Стим, Starbreeze опубликовала свое заявление, в котором объясняла, когда и почему игра была изъята. Сказали, что они работают над решением, которое удовлетворит все стороны. И в этом заявлении была ошибка в названии франшизы. Дважды. Кроме того, исполняющий обязанности директора компании, Майкл Нермарк, отметил, что они пытаются решить проблему с выпуском контента из второго сезона для тех, кто уже купил игру. Если вы сейчас зайдете в Стим, то увидите, что контент из второго сезона доступен, но базовую игру уже нельзя купить. А Deluxe версия доступна только для тех, кто уже купил обычное издание. Потеря лицензии также означала отмену консольной версии, деньги за предзаказы которой Sony начала возвращать уже за несколько дней до официальной ее отмены, когда Starbreeze сообщила о бессрочной отсрочке выхода. Некоторые юридические вещи все еще решаются, но в целом игра мертвее, чем тот тип, которому вы пробили голову бейсбольной битой. The Legend of Korra Любимые сериалы не всегда легко превращаются в видеоигры. Фанаты захватывающего мультсериала «Легенда о Коре» хорошо знакомы с этим феноменом, по крайней мере, если они играли в одноименную игру 14-го года выпуска, в которой, как и в мультсериале, нас ждут приключения вспыльчивого мастера боевых искусств Аватара Корры, которая умеет управлять четырьмя стихиями – огнем, землей, водой и воздухом. Она использует эти силы, чтобы сражаться вместе со своими друзьями и поддерживать мир на континенте. Согласитесь, звучит как идеальная завязка для игры. Единственное, что могло бы сделать игру лучше – это сцена со спортивными состязаниями из вселенной сериала. О, погодите, вот же и они. К сожалению, несмотря на шикарное исходное произведение и то, что игру делали Platinum Games, разработчики Байонетта, она получилась непримечательной. Тем не менее, она является каноном. Действия игры происходят между вторым и третьим сезоном. О сценарии для нее писал сценарист сериала Тим Хедрик. Так что она может дать фанатам, жаждущим еще немного побыть с Корой, возможность попутешествовать по миру населенными четырьмя нациями магов. А еще в игре есть секции, где нужно ездить на помеси белого медведя и собаки Наги. Точнее, были, пока игру не убрали из магазинов быстрее, чем Кора научилась управлять металлами в шестой серии третьего сезона. Издатель Activision без предупреждения убрал страницу игры из цифровых магазинов в декабре 17-го года. А вместе с ней и игру про трансформеров. Вероятнее всего, срок действия лицензии закончился, отчего игру и перестали продавать. Еще больше фанатов Коры разочаровало то, что игра продавалась только в цифровой версии. Так что найти БУ-диск с ней не получится. И те, кто упустили игру, смогут поиграть в нее теперь лишь в своем воображении. Это подземные чертоги! The Lord of the Rings Battle for Middle-Earth Игра Battle for Middle-Earth была тепло принята фанатами Властелина Колец, любителями стратегии в реальном времени и теми, кто любил, как Гэндальф произносит слово Power. Ее создали в 2004 году. И эта стратегия с видом сверху завоевала сердца как игроков, так и критиков своим вкусненьким коктейлем из боевых сценариев. От прогулок по уютным подземельям, взятым прямо из оригинальной серии книг, и до более масштабных столкновений. Таких, как помощь в защите эльфийского леса Лотлориан от атак гоблинов. А в 2006 на свет появился сиквел, в котором изъятый из фильмов поющий древесный дух Том Бомбадил мог быть призван на поле боя. Но в нем были и хорошие моменты. Эти две игры считают одними из лучших во франшизе. Но они, как и многие их коллеги, были спутаны такой сложной паутиной юридических обязательств, что даже Шеллоп с юридическим образованием не смогла бы ее сплести. В момент выхода второй игры, ее издатель Electronic Arts делал игры по Властелину колец, по совместно используемой с New Line Cinema и Middle Earth Enterprises лицензией. Middle Earth Enterprises тогда звали Tolkien Industries, и она владела правами на некоторые элементы оригинальных книг. В 2010 срок владения этими правами истек, а позже они перешли к Warner Brothers, и онлайн-сервера Electronic Arts с этими качественными стратегиями были закрыты 31 декабря, что, вероятно, испортило Новый год многим фанатам Толкина, которые решили провести его дома. Может, вы больше и не сможете купить Battle for Middle Earth EU сиквел, но сообщество фанатов поддерживает игру на своих серверах и даже обновило графику, чтобы она была меньше похожа на Лего Хоббита, которого, кстати, тоже нельзя купить, о чем я уже рассказывал в прошлом видео. 2 Human Если игру создают количество лет, выражаемое двумя цифрами, это обычно значит, что результат будет сомнительного качества. Это утверждение также известно, как принцип Duke Nukem Forever. Полную неоновых огней экшен-рпг 2 Human анонсировали еще в далеком 99-м году. Изначально она должна была быть киберпанковой игрой для PlayStation, затем стала эксклюзивом для GameCube, а в 2005-м права на нее купили Microsoft. Чтобы подогреть интерес к ней, Microsoft анонсировала не одну, а сразу три части 2 Human на выставке E3 в 2006-м. Эта новая версия 2 Human была менее футуристической и более мистической, так как действие разворачивалось в далеком прошлом, и в нем активно участвовали персонажи скандинавской мифологии. Но релиз игры снова задержался, и новые проблемы при разработке стали угрожать будущему серии. 2 Human разрабатывали Silicon Knights в вездесущем Unreal Engine 3, созданном Epic Games, которые также выпустили Gears of War. В 2006-м Silicon Knights подали на Epic Games в суд за нарушение условий контракта, утверждая, что Epic Games не своевременно и неудовлетворительно поддерживали их в работе с Unreal Engine 3, и вместо поддержки тратили время и деньги на разработку Gears of War. Если поиграть в 2 Human и в Gears of War, можно смело заявлять, что согласно иску, они тратили время с умом, после чего Silicon Knights заявили, что начнут создавать свой движок, что довольно сильно увеличивало затраты на разработку. Когда дело дошло до суда в 2012-м, Silicon Knights сообщили, что размер компенсации будет составлять 1 доллар. Epic'и контратаковали, подав суд на Silicon Knights за нарушение прав на интеллектуальную собственность, незаконное владение коммерческой тайной и нарушение условий контракта. И они выиграли дело. Silicon Knights не только были вынуждены заплатить 4,5 миллиона долларов, им также приказали отозвать и уничтожить все физические копии 2 Human, что как-то жестоко. Игра была на твердую шестерочку, но все же. В 2013-м цифровую копию 2 Human и весь сопутствующий контент убрали из магазинов Xbox, а Silicon Knights закрылись в 2014-м. Их мечта о трилогии игр про скандинавскую мифологию встретила свой Рагнарёк. Marvel vs Capcom Origins Когда дело касается игр по фильмам, игры по супергеройским фильмам остаются на полках примерно столько же, сколько Человек-паук 12-го года оставался в народной памяти. Но в 2012-м, примерно через 15 лет после их первоначального релиза, классические аркадные файтинги про супергероев Marvel Super Heroes и Marvel vs Capcom Clash of Super Heroes были заново изданы на PlayStation 3 и Xbox 360. Их немножко доработали для высокого разрешения, и они представили нам массу героев из нескольких франшиз. И в конце концов показали нам, с чего началась довольно успешная серия, но теперь с дополнительными функциями, в том числе с системой испытаний. Потому что драка с Халком, оказывается, испытанием не является. Продажи были хуже ожидаемых. И в апреле 2013-го издатель Capcom заявил, что с этого момента будет реже выпускать HD-ремастеры игр, так как каждое новое переиздание продаётся хуже предыдущих. Примерно год спустя, в декабре 2014-го коллекция Marvel vs Capcom Origins, которая на тот момент была в продаже всего два года, исчезла из PSN и Xbox Live. Вероятно, потому что срок действия лицензии истёк, а продлевать её было нерентабельно. Так что Origins присоединилась к Marvel vs Capcom 2 и 3, которые убрали из продажи за год до того. К счастью, в обоих случаях фанатов заблаговременно предупредили, опубликовав точные даты исчезновения игр. Так что желающие смогли купить игры до их исчезновения. И, по крайней мере, у фанатов есть доступ к Ultimate Marvel vs Capcom 3 текущего поколения, где Феникс Райт может проделать с Доктором Думом следующее. The Simpsons Arcade Game Новые поколения имеют полное право насладиться едкой сатирой и вспоминающимися шуточками классических Симпсонов через сам сериал, игры или аккаунты в Инстаграме полные мемасиков. И в 2012-м казалось, что кусочек истории любимых Симпсонов собрались сохранить навечно. Этот кусочек – аркадная игра про Симпсонов, которая была создана Konami в 91-м и должна была А. Заставлять бездельников расставаться со стопками четвертаков и, если оставалось время, Б. Рассказывать историю о том, как любимая семья Америки спасает Мэгги после того, как ограбление ювелирного магазина пошло не по плану. Безбашенная графика и динамичные бои в знаменитых местах из сериала от таверны Мо и до Спрингфилдской АЭС делали ее ценной вехой в истории как Симпсонов, так и в видеоигр. Так что, когда эту классическую игру портировали на Xbox 360 и PlayStation 3, фанаты Симпсонов были очень рады. Консольная версия подарила нам много нового. Игру по сети и даже редкую японскую версию игры, что стало настоящим наслаждением для коллекционеров. Примерно на следующие два года. Потому что в декабре 13-го игра снова исчезла. И единственным способом поиграть в эту классическую игру снова стала покупка аркадного автомата в интернете за тысячи долларов. А затем укрепление полов и перепланировка дома, чтобы его можно было куда-то втиснуть. И есть шансы, что причиной снова послужил истекший срок действия лицензии. Скучно, да, но в этом случае особо неприятно. Что должны думать игроки, когда игра 28-летней давности продается такое недолгое время? Что теперь должны делать те, кто хочет поиграть в бонусную игру, в которой Симпсонов нужно разбудить пощечинами? Уно на PSP. Уно – это физическая карточная игра, чья лицензия на цифровую версию переходила из рук в руки чаще, чем карты из ее колоды. Например, для Xbox 360 и Hasbro сначала продала лицензию Microsoft в пятом году. Потом лицензией какое-то время владела Electronic Arts. А потом игру удалили, когда правами завладела Ubisoft в четырнадцатом году. Более того, переход лицензии к Ubisoft также означал исчезновение многих версий Uno постарше с других платформ. Но одну версию Uno удалили из магазинов в начале тринадцатого по совсем другой причине. Кто из вас может вспомнить PSP? Вот эту штучку. Хакеры обожали это устройство, потому что можно было использовать уязвимости во многих играх, чтобы обмануть систему безопасности Sony и запускать самописные программы. То есть можно было запускать спераченные игры и эмулировать игры, которых официально на платформе не было. Обычно Sony прикрывала такие уязвимости по мере их обнаружения. И в конце двенадцатого года в PSP версии Uno нашли такую уязвимость, которая давала людям доступ ко всей консоли. И, конечно же, вскоре Sony об этом узнала. Так что в начале января тринадцатого года игру удалили из PlayStation Store, чтобы предотвратить незаконные модификации прошивки PSP. И тогда как в игру могли играть те, кто её уже купил, её по сей день нельзя приобрести. Несмотря на то, что игра была доступна в январе тринадцатого всего три дня, это самая скачиваемая игра для PSP того месяца в США. Ведь люди пытались ухватить себе копию, пока Sony не прикрыла лавочку. И это была ещё семёрка игр, хороших или плохих, решать вам, которые вы больше не сможете купить по тем или иным причинам. Если вы знаете ещё какие-нибудь игры, которые почему-то резко стало невозможно купить, то пишите их название в комментариях. Также пишите, за какую игру из списка вам жаль больше всего. Мне вот было больно за Властелин колец. Спасибо, что чекнули видео до самого конца. Не забывайте про подписку и пальцы вверх. Меня звали Никитун. До скорых встреч в новых видео. До скорых встреч в новых видео.